Добрый день! Я прошу прощения за мой такой странный внешний вид. Я пересел на новое средство передвижения. К сожалению, производственные травмы бывают и у директоров. Надо было сидеть в офисе, поехал на стройку, немножко порвал сухожилие. Уже все в прошлом, сшили. Но хочу поговорить не об этом. Я уже месяц, наверное, нахожусь дома, и у меня такой день сурка. Каждый день начинается, заканчивается одинаково. И начинаешь думать, чем же заняться. Я думаю, что чем бы заняться, сейчас думает вся наша страна, потому что нас посадили на очередные каникулы, которые неизвестны, когда закончатся. И знаете, я нашел себе занятие. Я не художник. Я не умею писать картины, рисовать. И вообще, в принципе, живопись это не мое. Но я люблю живопись, но в любом доме, особенно в деревянном, когда, как у меня, стены серого цвета, необходимы яркие цветные пятна. Просто пятна. Ну и посещая современные выставки, я понял, что на сегодняшний момент у нас огромной популярностью является так называемая современная живопись. Я тоже сомневаюсь, что художники, которые ее пишут, умеют делать что-либо нормально. Но, тем не менее, это работает. Я сейчас вам расскажу о современном виде живописи. Называется флю-арт. Грубо, это когда вы пишете картины с жидким акрилом. Я вам расскажу технологию, как мешать. И покажу, как это делается. Поехали со мной в мою импровизированную мастерскую, в которой у меня домашние котели. Сделаю коротко. Для того, чтобы заниматься этим видом, нужно иметь несколько вещей. Первый холст, который вы будете рисовать. Акриловая краска, любая абсолютно. Нужна вода. Вот купите такие тюбики. Это тюбики для соусов. Сюда будете наливать и разливать все это здесь. Затем, как готовится краска. Кстати, я пытался делать просто краской. И получается не очень хорошо. Потом я где-то прочитал. Они нам не говорят, что делают. Все показывают, но не говорят. Я, в конце концов, понял. То есть, как это делается. Вы берете, например. Берете, у меня уже приготовлена краска. Берете вот такой бутылечек. Открываете. Мне нужно будет здесь добавить немножко краски. Я сейчас вам это покажу, как это делается. Вот берем краску, которая у меня здесь. Вот такая небесная. Взбалтываем. Выливаем ее в тюбик. Вот так выливаем в тюбик. Лучше перчатки. Теперь крайне важно. Нужен водорастворимый кондиционер краски. Говорят, можно ПВА применять, но я применяю его. Не знаю, почему он нужен, но он краску делает жиже. Наливаем туда кондиционер. Затем добавляем воды. То есть, краска должна быть текучестью примерно, как у кефира. Такого нежирного кефира. Ну, это на глаз. То есть, когда у вас с тюбика краска начинает стекать, а не цепляться за борцик. Видите, вот у меня здесь видно, она такая стекает. Значит, она нормально. И главное, мы добавляем туда силикон. Специальный силикон для этих вещей. Он дает эффект, который вы увидите позже. Вот мы добавляем буквально несколько капель. Вот я так чуть-чуть капну. Закрываем. Затем закручиваем. И тщательно сбоку. Все. Вначале мы нанесем такое черное поле. Вот так вот. Прям вот. Не удивляйтесь. Такое вот. Черное поле. Такое. Нанесем, нанесем, нанесем. Потом берется мастихин. Вот такой вот широкий. И начинаем эти мастихины все размазать. Закрываем до конца. Пускай он стекает на торцы. Конечно, все надо закрывать. Но у меня стол уже как бы старый, детский. Поэтому мне разрешили попачкать. Ну, честно говоря, я пока экспериментирую. Попортил достаточное количество краски. Холстов. И до сих пор могу сказать вам, что не очень умею все это делать. Но я попытаюсь. То есть, может появился некий опыт. Я попытаюсь все-таки сделать что-то. Значит, на ум пришло сделать что-то. Мы нанесли с вами такую основу. Сейчас мы все это вытрем. Основа, на которой будет у нас наша картина. Это процесс не близкий, не легкий. Поэтому придется немножко набраться терпения. Но потом мы так в ускоренном все это покажем. Так. Основные мысли. Теперь мы наносим цвета, которые хотели бы здесь увидеть. Ну, давайте мы возьмем какой-нибудь вот такой цвет. Такую полоску нанесем прямо вот так вот. Не жалею. Потом мы возьмем красный цвет. Нанесем такую тоже полоску. Ну, то есть, мы делаем такие предметы современного искусства. Ну, вот так вот. Несем такой голубенький. Честно говоря, вот какие цвета вам нравятся, такие цвета и наносите. Каких-то беленьких. Максимально. Давайте беленького еще здесь нальем. Беленького. Вот здесь еще тоже беленького. Что вам нравится? Чисто визуально. Вот мне нравится. Желтенький у меня желтый закончился. Ну, вот еще зеленый цвет. Вот теперь начинается самое интересное. Не очень удобно в коляске все это делать, но что делать? Зато у меня есть интересная штука. И, кстати, повторюсь, не надо быть художником, иметь какие-то специальные знания, но создавать вполне приличные арт-объекты, которые могут украсить ваш дом. Теперь смотрите, что происходит. Главное, не касаться мастихином, как бы сверху проводить, не касаться им полотна. Гнать волну, вот так, от начала и до самого конца. Вы видите, что происходит? Происходит такая магия. Магия превращения краски в такие вот какие-то фантастические космические узоры. Я когда первый раз это попробовал, я честно вам скажу, я просто офигел. Вот так вот мы наносим по всему холсту, размазываем по всем краям, наносим эту краску, и она превращается в такие вот... при помощи этого силикона, который вот мы налили, да, краска не смешивается. Главное, не давить. Вот я очень много сделал ошибок, когда пытался сделать все это, но при этом доставал до холста, и не получалось вот этого эффекта, вот который здесь. И еще, знаете, главное не переборщить. Вот это вот тоже очень важно. Может потом ты начинаешь как бы что-то добавлять, что-то убавлять, и в конечном итоге у тебя ничего не получается. Здесь вот надо немножко добавить. Ну, еще я хотел бы сказать, что если вы делаете такие объемные вещи, не нужно чистить. То есть вот, вообще, большие сделать сложно. Я пытался сделать, у меня получилось, но, честно говоря, сблизи как бы это смотрится, а издалека не особо. Вот, поэтому я решил, что надо делать поменьше. Вот этот вот размер, мне кажется, оптимален. Здесь не хватает, мне еще здесь такого синенького. Плюхнем. Видите, это можно просто добавлять краску, и добавлять какие-то какие-то интересные вещи. Только мазок должен быть от начала до конца. Здесь вот нужно еще и добавить. Вот, раз. Я не знаю, конечно, как вы к этому относитесь, но здесь немножко много черного. Мне кажется, вот уже это не стыдно повесить на стенку. А так как они все не похожи друг на друга, абсолютно. Вот так вот мы сейчас здесь беленького добавим. Так вот абсолютно не похожи друг на друга. Вот такие, видите, прикольные, декольные штуки цветные. Такие яркие, какие-то космические какие-то узоры у нас получились. Просто какие-то галактики. Ну вот, и все. Вот так вот.